всем доброго дня я рада приветствовать всех зрителей своего канала вяжем крючком с ольгой головатой а также приглашаю вас посетить мой параллельный канал там где мы с вами вяжем спицами ссылочку на параллельный канал вы найдете в описании под этим видео но у меня сегодня получился вот такой вот симпатичнейший узор и я хочу с вами поделиться этим узором он несложный достаточно несложный требует немножко кропотливости и внимания но я думаю что вместе мы этот узор одолеем обязательно справимся полагаю девочки что такой узорчик будет смотреться очень во многих вещах очень красиво будет таким узором шаль палантин юбка в жакет к юбке и можно сделать костюм точно также можно этот узор использовать и в платьях но вообще-то можно придумать очень многое этот образец я сегодня связала на более такой шалевой пряжи сейчас я вам покажу это у нас пряжа турецкого производства alize angora gold земли 100 грамм 500 метров 75 процентов акрила 20 процентов шерсти и 5 процентов металлик такой легкий легенький люрекс из такой пряжи я люблю вязать шали а вот уже под костюм и платье естественно нужно подбирать что-то другое это может быть и бегунья хлопок к примеру костюма или же какой-то красивый шелки если мы захотим связать платье ну и нужно пробовать на каждой пряжи и смотреть как это будет выглядеть насколько вам это будет нравится длинная у меня сегодня получилось предисловие но тем не менее она иногда бывает полезным но мы давайте сегодня свяжем просто образец этого узора маленький образец мы будем вязать из этой же пряжи и крючком фирмы тули номером 1 и 6 вот и давайте начнем нашу наборку вяжем первую петельку и провязываем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и 8 накидываем на крючок 5 накидом 1 2 3 4 5 из исходной петельки провязываем столбик с 5 накидами 1 2 3 4 и 5 закрепили теперь у нас вяжется маленькая арочка 3 воздушные петельки 1 накид на крючок и возвращаемся в исходную провязываем столбик с накидом и повторяем опять большую арочку 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 накидываем 5 накидом 2 3 4 5 и провязываем столбик с 5 накидом и закрепляем вот это есть раппорт нашего узора давайте повторим еще хотя бы один раппорт это будет опять большая арочка маленькая и большая мы связали арочки на 2 раппорта и это у нас будет считаться как первый ряд нашего узора теперь мы переходим ко второму ряду узора вяжем 1 воздушную петельку и в первую же петельку мы провязываем столбик без накида теперь под арочку под большую вяжем 9 столбиков без накида связали 9 столбиков без накида впереди у нас маленькая арочка мы вяжем из нее один протяжной полустолбик и теперь вяжем 5 воздушных петель 1 2 3 4 и 5 связали разворачиваемся отсчитываем 1 2 3 и в четвертую петельку опять делаем протяжной полустолбик теперь вяжем 4 воздушные петли 1 2 3 4 разворачиваемся и под вот эту вот арочку мы вяжем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 провязали а из арочки из которой мы начали вязать этот лепесток мы снова делаем протяжной полустолбик вот мы связали первый лепесток теперь вяжем второй лепесток опять 5 воздушных петель 2 3 4 5 разворачиваемся делаем протяжной полустолбик 4 воздушные петель 1 2 3 4 разворачиваемся и под арочку вяжем 6 столбиков без накида 1 1 2 3 4 5 и 6 из нашей арочки 1 ряда мы опять делаем протяжной полустолбик связали второй лепесток опять 1 2 3 4 5 разворачиваемся в четвертую петельку делаем протяжной полустолбик 1 2 3 4 воздушные петли развернулись и опять под арочку провязываем 6 столбиков без накида и протяжной полустолбик из арочки первого ряда и последний лепесток раз два три 4 5 развернулись четвертую петельку сделали протяжной полустолбик 4 воздушные петли 1 2 3 4 развернулись и под арочку вяжем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 и закрепляем наш лепесток арочки первого ряда маленькой протяжным столбиком теперь у нас следующая большая арочка раппорта мы должны связать 9 столбиков без накида под нее вяжем первые 4 1 2 3 4 оставляем эту петельку последнем лепесточки находим четвертую цепочку и эту петлю протягиваем через эту цепочку и теперь вяжем остальные 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 ну вот мы с вами связали одно повторение раппорт а вот так это выглядит теперь делаем следующее повторение мы опять под большую цепочку вяжем 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 заходим в маленькую арочку и делаем протяжной полустолбик полустолбик через предыдущий полустолбик через предыдущую петлю протягивая вяжем 5 воздушных петель разворачиваемся отсчитываем раз два три четыре четвертую петельку мы вяжем протяжной полустолбик вяжем 4 воздушные петли связали и под арочку вяжем 6 столбиков без накида из арочки маленькой первого ряда делаем протяжной полустолбик и таким образом мы повторяем еще три лепестка точно так же как в первом рапорте вот мы связали с вами уже второй цветочек и переходим на большую арочку мы должны опять связать 9 столбиков без накида вяжем первые четыре раз два три четыре оставляем петельку в последнем лепесточки находим четвертую петлю и эту петлю протягиваем через нее теперь вяжем еще пять столбиков без накида 1 2 3 4 и 5 и делаем еще один столбик без накида краевой ну вот мы связали с вами два повторения узора первых два ряда и обратите внимание что вот этих вот первых два ряда это может быть красивейшая кайма там где она будет красиво ложится очень симпатично смотрится но а мы пойдем вязать дальше полотно и переходим к третьему и четвертому ряду вяжем 3 воздушные петельки разворачиваемся и в первую же петельку вяжем еще один столбик с накидом теперь вяжем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 пропускаем 1 лепесток 2 под 3 лепесток мы из-под низу вот так вот вводя крючок вяжем столбик без накида связали теперь вяжем опять 8 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 8 и делаем столбик без накида вот в петельку между арочками но опускаясь на пол ряда ниже вот в это место провязываем столбик без накида опять вяжем 3 воздушные петельки и в это же место опять провязываем столбик без накида вяжем опять 8 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 и 8 это мы повторяем уже второй раппорт и опять под третий лепесток мы провязываем столбик без накида и опять вяжем 8 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 8 и в последнюю нашу угловую петельку мы вяжем один столбик с накидом и еще один столбик с накидом вот мы с вами связали уже третий ряд и теперь вяжем последний ряд раппорта 1 воздушная петелька разворачиваемся и первый столбик мы вяжем столбик без накида в первую петельку а под наши арочки мы вяжем 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 провязали теперь переходим в следующую арочку и вяжем 9 столбик без накида вяжем 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 теперь у нас вот здесь вот такой вот пико из 3 петель и мы из-под этого пико вяжем тоже 3 столбика без накида 1 2 и 3 и переходим к следующему раппорту опять мы вяжем под цепочку 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 вот следующую арочку точно также мы вяжем 9 столбиков без накида и 10 у нас будет краевой мы вяжем его между вот этими вот двумя начальными столбиками с накидом провязали вот мы с вами связали раппорт нашего узора и теперь мы перейдем на следующий раппорт в высоту он будет у нас располагаться уже в шахматном порядке и мы сделаем с вместе вяжем первый ряд следующего раппорт а три воздушные петельки развернулись и в первую петельку вяжем столбик с накидом теперь провязываем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 провязали и вяжем вяжем столбик без накида вот вот это вот место опускаясь на пол ряда ниже чтобы мы входили четко по центру провязываем столбик без накида опять вяжем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и теперь мы вяжем столбик без накида над вот этой вот маленькой арочкой по центру опять провязываем 3 воздушных петельки и возвращаемся столбиком без накида в эту же петлю теперь опять у нас повторение раппорт 2 3 4 5 6 7 8 по серединке на пол ряда ниже вот вот сюда мы заходим вяжем столбик без накида и опять 8 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 и 8 и краевые у нас в угловую мы вяжем столбик с накидом и еще один столбик с накидом связали первый ряд следующего раппорта переходим ко второму воздушная петля разворачиваемся столбик без накида в первую петлю вяжем 9 столбиков под цепочку связали под первую цепочку 9 столбиков без накида и теперь мы делаем вот такой вот протяжной столбик без накида опускаясь на ряд ниже вот в это место и мы делаем его протяжным опять полустолбиком у нас получится тогда красивое соединение и мы переходим следующую арочку вяжем опять 9 столбиков без накида 2 3 4 5 6 7 8 9 и мы подошли к вот этой вот маленькой арочки из трех петель и у нас теперь будет повторяться в шахматном порядке точно вот такой же цветочек как мы с вами вязали в первом в первом рапорте переходим в эту арочку вяжем протяжной полустолбик 5 воздушных петель разворачиваемся и отсчитываем раз два три 4 4 петельку опять у нас протяжной полустолбик 4 воздушные петли и под арочку мы вяжем наш лепесток мы вяжем 6 столбиков без накида 2 3 4 5 и 6 и теперь отсюда мы обязательно делаем опять протяжной полустолбик переходим к следующему лепесточку развернулись зашли раз два три в четвертую петельку опять сделали протяжку раз два три в четвертую развернулись и вяжем 6 столбиков без накида под эту арочку и обязательно протяжку через предыдущую петлю и так делаем еще два лепесточка как вы поняли что я сейчас просто вывязываю такой же цветок но в шахматном порядке и далее третий четвертый ряд будет повторяться уже точно так же как и в первом раппорте давайте я довезу уже эти лепестки довезу до конца и посмотрим еще на третий четвертый ряд вот мы связали цветочек и теперь точно также мы перешли к арочке мы вяжем первые четыре столбика без накида 2 3 4 оставляем петельку заходим в четвертую петлю лепестка и протягиваем эту петельку теперь вяжем еще под эту же арочку еще 5 столбиков без накида провязали и теперь у нас последняя арочка мы вяжем уже просто 9 столбиков без накида и десятый краевой между столбиками предыдущего ряда ну вот мы с вами связали еще два ряда следующего раппорта сразу же разместим это все в шахматном порядке у нас уже вырисовывается наш рисунок и теперь еще давайте один ряд переход сделаем 1 2 3 разворачиваемся столбик с накидом с одним и вяжем 8 воздушных петель заходим между вот этими вот арочками на пол ряда ниже чтобы мы были четко по центру провязываем столбик без накида арочка из трех петель возвращаемся сюда же мы опять готовим уже вот под этот цветок 1 2 3 4 5 6 7 8 под третий лепесток мы сделаем столбик без накида еще раз 8 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 8 и опять мы заходим на пол ряда ниже четко по центру провязываем столбик без накида 3 воздушные петли в эту же петлю делаем еще один столбик без накида и опять восемь воздушных петель 2 3 4 5 6 7 8 в угловую петельку мы вяжем столбик с накидом и еще один краевой мы связали с вами уже третий ряд 2 повторения в высоту ну четвертый ряд я уже вязать не буду здесь уже достаточно все ясно мы просто сейчас четвертый ряд откидываем обычными столбиками без накида точно так же как и это было в первом аэропорте вот это вот перед подглажкой конечно я это все немножко пальцами поправляю чтобы у нас вот эти вот пико потом утюгом не прижались и не спрятались в обратную какую-то сторону и отправляю к паровому утюгу но а после проглаживания получается у нас вот такая вот красота красота это не сложная все это вяжется достаточно просто руки привыкают вяжется быстро и ритмично даже собственно здесь и запоминать на ничего думаю что у вас получится и вы будете довольны этим узором и свяжите себе очень красивые вещи циклету ну а я на сегодня буду с вами прощаться и как всегда в конце я вам говорю спасибо за внимание до новых встреч до новых идей и до свидания вам до новых встреч 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 до новых